сегодня у нас в гостях заслуженный артист украины виталий бондарев здравствуйте это линьки и здравствуй здраво здраво немедленно звати и поздите того перского который осмелился посмотреть в глаза моей дочери ты же здраво что приказываешь о поливитель земли и моря аллеи пусты до адреса в ваших городах не хватит виталий евгеньевич вы знаете мне кажется что в харькове нет такого театра где бы вы не играли мне кажется вот в любой театр зайди и там вы вы сами себя к какому театру относите если брать государственные театры то я актер театра для детей и юношества на мой взгляд одного из самых главных государственных театров мы об этом сможем поговорить я художественный руководитель и актер театра одесского разлива лонжерон я также являюсь актером театра новая сцена в тюзи вы работаете я так понимаю уже много лет я пришел в театр юного зрителя в девяносто втором году девяносто втором году я проработал шесть сезонов потом ушел и вернулся через двенадцать лет через двенадцать лет я вернулся в театр юного зрителя ну и вот если я там играл принцев и студентов то теперь я перешел на роли королей примерно легенда о спящей красавице да я сыграл короля и вот сейчас александр драчев ставит у нас приключения синбада морехода я тоже играю и и дзянчаха и г self и и и вы strokes турбак там Это был Чарбар Барбаки, сверебный, самогучистный маги волшебный, а в этом мире Чарбар Барбаки может быть самых красивых, самых умных, самых прекрасных девушек и с помощью своего колдовства приглашает их в свое войско, в свою охрану. Слушай, ты за уйду, почему ты меня... Это ты сказать, он живет в этом наклёсном, медном городе, который охранительный, охранительный, охранительный. Глянусь морем и своим кораблем, я найду дорогу в медный город и освобожу свою зубру. Если ты сделаешь это, я тебе отдам зубру, чёный, я ему отдам зубру, чёный. И полчаса спритчу. Полчаса! Вам эти роли близки? Я человек, который... Ну, будем говорить, человек театра, и мне кажется, что любая роль для актера это возможность выразить себя, выразиться перед своим зрителем, сказать то, что ты хочешь ему сказать, то, что хочешь донести через этот образ, свою душу, свои мысли, свои чаяния. Пусть даже наш Джан Шах немножечко придурковатый, ну пусть, но иногда он может сказать очень правильные вещи. А есть роль из вашей тюзовской жизни, которая оставила самые яркие впечатления? У меня самые яркие воспоминания при работе в тюзе – это работы с нашими стариками-корифеями, когда я пришёл. Это народный артист Украины Антонов. Это работа с замечательным режиссёром, я считаю, с гениальным режиссёром Александром Григорьевичем Беляцким. Это работа с Вселоводом Константиновичем Чайкиным, народным артистом Украины. Это работа с заслуженным артистом Украины Николаем Николаевичем Самойловым. Это корифеи, которые дали очень много мне как актёру, которые меня взяли и ввели в этот театральный мир. У меня были прекрасные партнёры среднего поколения и молодого поколения, моего поколения, когда я пришёл. У меня были замечательные партнёры. Поэтому я вспоминаю свои годы, проведённые в тюзе, которые те годы до моего ухода как одними из самых лучших. А роли? Да, это роль Хамутова в спектакле «20 минут с ангелом. Провинциальные анекдоты», который ставил Антонов по пьесе Вампилова. Роль Сера Трелани у Беляцкого в спектакле «По острову сокровищ». Он по-другому назывался, сейчас я уже не вспомню, как он назывался. Замечательный спектакль был. Я не буду вас спрашивать, почему вы ушли тогда из тюза. Скажите, почему вы вернулись? Что вас так связывает с театром? Вернулся я потому, что мне не хватало вот того драйва. Я уходил, когда был действительно настоящий такой вот театральный драйв. И хоть мы жили в 90-е годы, мягко говоря, не важно, но вот та атмосфера, которая царила тогда в тюзе, она во мне осталась и те годы, которые я… Я не уходил из профессии, я все время был в профессии. И форма актерская у меня никуда не ушла. Но было какое-то время, когда я понял, что мне не хватает вот того драйва. И когда я вернулся, я постарался вот ту атмосферу, которая тогда царила, я вернулся, конечно, совсем в другой театр. То есть за 12 лет, ну вы понимаете, да? Я не хочу говорить, он стал лучше или хуже. Он был такой, какой он есть. Такой, какой он был тогда, когда я вернулся. И я постарался как бы все, что от меня зависело, сделать так, чтобы вернуть вот ту атмосферу, ту атмосферу легкости, ту атмосферу творчества, ту атмосферу дружбы, которая царила. Потому что мы были все вот так вот, как один кулак тогда. Это было здорово. Я не знаю, насколько это получилось. Но, понимаете, время тоже меняется. И меняются люди, меняется… Ну ничего, работаю. Да что ты! Ой, я весь этот чмель. Шеф! Шеф, ты весь! Ну это кто? Полка! Шеф, толка! Шеф, толка! Шеф! 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 Главный! Ну, главный, главный чего? Главный! Повар, мистер. Ах ты! Ох! Ох! Пусть! Я не могу мне так свою бритку, мне поподриться. Ну, нет, ну, у меня бритки все полопады и свиньи. Я ж надо было пригласить на завтрак. Поварайте! А когда мы будем кушать? Потому что я спешу, мне надо срочно. Поезжаем, поезжаем, поезжаем. И куда же? В Швейцарь! Ох, как жаль! Только зрители все в руке увидите, а? Ах, да! Вы мне предложили новое место. Ах, какой вам это охватывает. Театр юного зрителя сегодня позиционирует себя, в общем-то, называется театр для детей и юношества. И имеет достаточно обширный репертуар для взрослых. Как, по-вашему, ТЮЗ все-таки детский театр? Ведь мне кажется, что все-таки для ребенка поставить спектакль – это сложнее, потому что сложнее удержать внимание. Конечно. Очень важно, как воспримет ребенок, как он будет готов к тому, что он приходит первый раз в театр. Это первый его театр. И вот каким он выйдет из театра. Вот это очень важно для формирования потом личности, его отношения вообще к искусству, к культуре, к театру. Поэтому мне кажется, что ТЮЗ – один из самых главных, вообще ТЮЗы – одни из самых главных театров в стране. Вы, безусловно, правы. А как, по-вашему, сам ТЮЗ-то готов привлечь внимание юного зрителя? Точнее, отвлечь внимание своего юного зрителя от телевизора, от фильмов, от компьютера, от игрушек? И мультики, и интернет не заменят живого общения, и никогда. Театр будет существовать всегда. Ну, это правда. Ну, говорили, возникло кино, говорили, ну все, ну театр уже. Ну, возникло телевидение, ну, ну, ребят, уже все, сейчас интернет. Будет. Будет. Вот этой ежесекундности, ежеминутности, вот этого сопричастия к действию и разговора, диалога. Зритель, актер – это же не заменит ни один экран, ни одна игровая приставка, ни один интернет. Нашим властям тоже стоит задуматься над тем, чтобы повысить статус этих театров, чтобы на них больше обращали внимание местные власти, чтобы они понимали важность формирования личности, важность формирования молодого человека, его мировоззрения. Скажите, правду говорят, что у актера любимая роль та, над которой он сейчас работает? Свежая. Хороший вопрос. Может быть, может быть, но у актера Бондарева есть несколько любимых ролей, от которых он никогда не откажется и они будут для него всегда любимы. Поэтому, может быть, все-таки лучшая та, которую он еще не сыграл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok